Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на площадках, разумеется, и разбираем фундаментальные события последней торговой сессии прошлой недели и смотрим, безусловно, на то интересное, что у нас заготовила неделя текущая. Сразу хочу пригласить вас, друзья, сегодня на вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Мы там еще раз детально разберем основной фон последних, собственно, недель. Мы детально посмотрим на самые стоящие релизы недели предстоящей. И я также предложу вам среднесрочные цели, которые вполне могут отработаться даже в рамках текущей недели. Ну и не забывайте, друзья, конечно же, подписываться на наш канал на YouTube. Только так у вас есть возможность быть в курсе всего видеоконтента, который мы туда добавляем. Ну а теперь давайте к рынку и сразу с нефтянки 62.15. Сейчас мы видим, как на рынке присутствуют и продавцы, и покупатели. Я признаю, друзья, то, что фон сложный, это мягко говоря. Поэтому я, в принципе, если вы провели ранее сделки вместе со мной, то есть дождались снова теста 60 долларов за баррель, я все-таки рекомендовал пока в нефтянку не лезть. Это самое лучшее, на мой взгляд, решение, потому что, с одной стороны, мы понимаем, насколько заманчиво сейчас есть возможность прокатиться именно на оснижении из-за перспектив глобального экономического спада, особенно после того, как в пятницу вышли худшие за последние 17 лет данные по промышленному производству Китая. До этого у нас были такие же удручающие результаты по промышленному производству США и еврозоны, еврозоны тоже 10-летние минимумы, соответственно, но здесь ежу понятно, что мировая экономика, она явно уже стагнирует, и впоследствии это отразится и на спрос на углеводороды. Мы следим также за запасами. Сколько недель подряд, уже минимум 3 у нас эта статистика в среду поддерживает короткие позиции. И если бы сегодня, друзья, у нас был бы только этот фон, если бы сегодня я по-прежнему говорил о прежних рисках, я бы, наверное, дал рекомендацию снова открывать короткие позиции, но этого делать я не буду, потому что, как вы знаете, в конце прошлой недели, как гром среди ясного неба, снова фактор эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке вследствие атаки на танкеры в Ормусском проливе. Сейчас эта тема, она продолжает обсуждаться рынком, потому что мы видим, как Штаты, в принципе, давят на общественность с точки зрения навязывания идеи, о том, что Иран во всем этом виноват. Я предупреждал, друзья, что, возможно, если все-таки не удастся разрешить этот вопрос, у Штатов появится необходимый им повод, которым они смогли бы объяснить свою потенциальную военную кампанию и вторжение, собственно, в Иран. Эта тема очень опасна. Если мы все-таки о ней будем говорить в перспективе, нужно понимать, что на факторе эскалации напряженности на Ближнем Востоке и угрозы потенциального срыва поставок, конечно же, нефть сможет вырасти. Сейчас пока что я бы тоже не стал сломя голову кидаться в покупки, потому что, как я уже в пятницу отмечал, у нас была похожая ситуация несколько недель назад, но чуть больше месяца назад, когда мы говорили также об атаке на суда только уже саудовского происхождения. Но тогда удалось все-таки разрешить этот конфликт, не допустить эскалации еще больше, и не допустить именно военного развития событий, потому что ответственность за эту атаку взяла на себя тогдаемницкая террористическая организация. Сейчас, друзья, давайте смотреть просто за Невтянкой, и не будем лезть, уверяю вас, появится не раз еще возможность подогровать рынком черного золота. Доллар иена 180.60, флет по валютной паре уже поднадоел, порядком 50 пунктов уже почти две недели мы ходим в районе 108 с небольшим и 108.70. Сегодня я хочу предложить вам сделку на неделю. Возможно, удастся через отложку войти в рынок с уровнем 108.90, соответственно, ставим атошку сел-лимит. Факторов для снижения пар очень много. Это и вероятность понижения процентной ставки вследствие выхода слабых данных по индексу потребительских цен. Это и спрос на иену, на защиту из-за торговой напряженности. Десятилетки, кстати, тоже у нас индикатор текущей ситуации относительно будущих изменений процентных ставок, потому что десятилетки сейчас находятся на минимуме за несколько лет. Это 2,1% сейчас дохода. Счетче приободрили пятничные данные по розничным продажам. И оптимисты сразу же заговорили о том, что в эту среду, когда ФРС будет принимать решение по процентной ставке и пройдет пресс-конференция, возможно, риторика будет не столь мягкой. Ну, друзья, нужно быть реалистом. Один отчет, он, конечно же, не меняет тенденции, которые сложились негативные за последние недели. И риторика будет только лишь мягкая, и нужно просто это признать. Поэтому в среду, помимо факторов геополитических, то есть факторов, повышающих интерес к иене, я думаю, что у нас будет возможность еще снова заговорить о давлении на доллар из-за ожидания снижения процентной ставки. Я надеюсь, что ФРС нам в этом поможет. Евро против доллара 1.12.15, здесь тоже сделка селстоп с отметки 1.12. Можно продавать, друзья, потому что, очевидно, сейчас рынок сфокусировался, наверное, так внимательно, что ли, как должен был это сделать еще несколько недель на проблеме итальянского происхождения, то есть бюджетной кризисы. И Еврокомиссия в пятницу сообщила о том, что готовит меры наказания дисциплинарные против Италии. Я думаю, что это штраф будет до 5 миллиардов евро. Это еще больше раскачает лодку нестабильности политической, потому что там с точки зрения политического курса мы знаем, что в принципе у власти радикалы. Кто знает, друзья, к чему это приведет, если итальянское правительство решит, что Еврокомиссия вместо того, чтобы поддерживать и стимулировать регион, вставляет вот палки в колеса и заставляет принимать деструктивные меры давления на социальный сектор. Но посмотрим, видим то, что настроения на рынке из-за этого уже подавлены. Кроме того, евро мы, скорее всего, сможем очень неплохо продать на этой неделе, потому что впереди и завтра уже данные по инфляции и индексу ЗИУ. Ну, ожидается статистика очень слабая и думаю, что на этих данных сможем скорректироваться вниз еще сильнее. Нужно закрепляться ниже планки 1.12, и мы сейчас близки к этим целям. Фунт против доллара 1.25.92, все ближе мы к цели 1.25. В четверг, как я называю, суперчетверг, состоится заседание Банка Англии, там очень много отчетов будет. Напоминаю, друзья, что на прошлой неделе Банк Англии допустил возможность снижения процентной ставки в перспективе, конечно же, до нуля. Я думаю, что мягкая риторика в этой четверг со стороны Банка Англии может все-таки привлечь наше внимание к продажам британцев не только с точки зрения рисков Брекзита, но и с точки зрения перспектив монетарной политики. Австралиец против доллара. Завтра протоколы, которые подтвердят намерение регулятора снижать процентные ставки, особенно после слабого отчета по рынку труда на прошлой неделе. Сейчас 0.6876 австралиец. Я думаю, что мы снова оказались ниже 0.70. Не просто так, это реальность уже для австралийца. Будем смещаться ниже. И доллар канадец 1.3406. Я отмечал, что мы очень быстро вернемся к планке 1.35. Вот, в принципе, рукой уже подать к этому до этого рубежа. Давление на, собственно, канадца, скорее всего, продолжит оказывать нефть. Но на этой неделе у нас еще два отчета. Это данные по инфляции и по уроничным продажам, которые выйдут. Я рекомендую делить внимание и обратить особое внимание на базовый индекс потребительских цен, потому что по прогнозам он снизится на 0.3% с 1.5% до 1.2%. Если эти цифры подтвердятся, конечно же, снова заговорят о возможности снижения процентной ставки. Поэтому предлагаю сделку по доллару канадцу с уровнем 1.3370. Это сделка через отложку Buy Limit. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.